Доброе утро! Я уже с самого утра на движухе. Сегодня у меня получение документов в МФЦ по поводу временной регистрации. Я потом обязательно вам расскажу, как у меня прошел этот процесс. Ну и пойду подавать документы, если все будет удачи. У нас чудная погода. Я не знаю, интересно, нет кому-то постоянно слушать одно и то же о том, какая у нас погода. Но я не могу этого не сказать, потому что температура растет. Все-таки весна и скоро уже, совсем уже скоро лето. Ребята уже появляются на витринах. Приглашение на работу в разных частях, в разных направлениях, так скажу наверно. В разных направлениях. И если вы приедете сюда конкретно на заработки, то можно по месту ходить и уже искать работу, отталкиваясь от этих приглашений. МФЦ, оказывается, уже работает. Это я как не... Не, нормально. Почему? Я просто ждала. Я думала вот здесь, но оказывается, нет. Вот у нас МФЦ. Все, я пошла. Папа, желайте мне удачи. Ну, естественно. 22-го они только готовы, но привезти их могут, скорее всего, только к вечеру или после обеда. Зачем с утра давать уже людям готовые документы? Это же просто на память документ, правильно? Я же никуда эту регистрацию потом не дену. Просто положу себе в файлик с документами и все. Капец! Это если я получу ее вечером, либо в понедельник. Это еще два дня. Выдохну. С высоко поднятой головой идем дальше. Мне кажется, кто-то из вас мне не пожелал удачи перед получением. Ну ладно, мы не отчаиваемся. Два дня, конечно, ничего не сыграет, но все возможно. Самая предыдущая хозяйка Инна. Что-то я ее не узнала сначала. Наша полис, точнее, это паспортный стол. И там уже с самого утра огромное количество народу. Они, наверное, получают все. Загранпосты. Миграционные все эти, карты и все прочее. Ну, мигрантов я тут не особо вижу. Но все-таки. Сейчас нахожусь на улице Октябрьская. И здесь в основном идет весь частный сектор. Я предполагаю, что цены здесь вообще не дешевые. Именно приближенные, которые вот Горького. На проживание я имею в виду. Вот сразу видно, что это гостевой дом, наверное. Наверное. Вон гостевой дом. Это, наверное, просто частный дом. Там два частных дома. Вон опять гостишка пошла. Ой. Одни гостиницы. Грежики. Вот гостиница сразу. За машинами. Тут же рядом платная стоянка. Ладно, все. Я поехала дальше по делам. У меня сегодня опять я принимаю квартиру в управление. Я уже сбилась со счета. Но ничего страшного. Я принимаю квартиру в управление. Вы не стесняйтесь. Если у меня их будет очень много, я просто найму уже помощника. И буду справляться со всем. То есть под моим контролем все будет делаться как надо. Самое главное это полное заселение туристами в сезон. Так, ну. Начинается уже движ, поэтому я выдвигаюсь из центра. Ой, я так сказала, как будто я еще и потом полгода буду здесь выезжать. Пахнет канализацией. Или какой-то сваркой. Да, такая, да, вот одинаковые два запаха, когда пахнет сваркой и канализацией. Да, прям просто один в один. Фу, ну, в общем, пахнет тут, ладно, я поехала, все. Кристиан, что-то спорно-то здесь не знаешь. Конечно. А что это такое? Я смотрю. Шарфик? Мне холодно. А даже не знаю, сколько есть. О, она пахнет. Ну, да, это же резинка. Ну, да, резиной пахнет. Господи. Как нас сегодня много. Смотрите, вся компания собралась. Как здорово. Все здесь. Мы начинаем. Все в спятнице. Значит, пропустив одну предыдущую тренировочку, случайно так, пришли сегодня, и девчонки говорят, предыдущая тренировка была просто жесть. Вообще у них все болит, у бедненьких. Ну, я говорю, увидите. Сегодня вообще легкая тренировка будет. Кристиан, что ты скажешь по поводу сегодняшней тренировки? Опять ты опять, смотри. У тебя как тренировка, напиться бедная не может. Нет, я забыла, что нельзя матом говорить. Ну, найди замену этому слову. Я-то знаю, какое хочется слово сказать. Попробуй без матом меняться. Еще одно хотела сказать, а несколько. Ну, в общем, сегодня очень... Да не, клевая вообще. Извините, я перебила вас. Знаешь, особенно когда пресс и отжимания. Я такого никогда в жизни упражнения не делала. Диан. Диан, спасибо тебе. Ты меня удивляешь. Ну, я уже похудела на 3 килограмма. Так что не шуточки. Смастер, давай, включай. Раз. Поехали. Я включила пока тормоза. Я сейчас выключу, включу. Ладно, мы поехали в столовую. В столовую, в ресторан. А, в смысле, покушать просто. Пеноперекус, да. На вкусное заведение, где кормят. То есть, заведение, где вкусно кормят. Да ладно, что ты смеешься, господи. Все, мы погнали. А вы продолжайте нас смотреть, потому что, возможно, еще что-то будет интересное. Потому что, где вы еще увидите таких дур? Прикиньте, да? Я не хотела это говорить, но Кристина произнесла. Я в полностью солидарность с ней в данный момент. Позитив – это жизнь. У меня рука устала держать из-за тренировки. Кристина, подержи телефон. Мы зашли сейчас в торговый центр «Престиж», чтобы снять денежку и кое-что купить. Ну и потратили опять кучу Кристининого бабла. Ты что? Ты же укафа тебе дали? Вот с таким цветом я купила себе. Я купила. Кристина мне купила. Помаду, не знаю. Ну, короче, не видно, потом увидите на губах. Красивый фиолетовый или селенивый оттеночек. Да? А что, слух не говоришь, какой пин-код? Слух, что не говоришь, какой пин-код? Ты слышишь, что она отчаянется? А, произвини, что я вас прерываю от вашего диалога. Ты не дослушала ее, что ли? Она повторит, что она ему туда сработала. У тебя там десятки метров? Прикинь. Кассер просто десятки. А, ну, нет. Сейчас что-нибудь все равно отдаст. Ну, так ты ее расправь, пожалуйста. Ты слышала? Что с ним? Нет, она 900 рублей. Давай, сейчас последнюю сотку закинешь. Я все верю. Я куплю на ней. Семчик? Да. Стакан. Серьезно? Вот такой торговый центр «Престиж». Прямо в центре, на Горького. Да, ну, с фонтаном. Которому даже подходить нельзя. Даже трогать нельзя. Даже пальчиком туда лезть нельзя. Не мыть, пожалуйста, в бассейне рут. Видите? Вода с химическими добавками. Бла-бла-бла. Чехлы. А вот. Посерьезнее, посерьезнее лицо. Я забрала Алину сегодня чуть пораньше, потому что дела у меня никаких больше нету. Я сейчас поеду домой, буду кушать, готовить, порядочек наводить. И, возможно, вечером Кристиночка с Сунечкой придут ко мне в гости. Вот, поэтому поехали домой. И, естественно, сегодня документы не готовы. Мама! Конечно, они не готовы. Чего я мечтала? Мам! Вы сюда подойди. Что? Что? Все, пойдем, Алин. Мы торопимся. Пойдем? Я в горке вкатываю. Алин, ты тушенка для такой горки. Да нет, эта горка так и катается. Вы это видели? У нас брякало просто костями по этой горке. Смотрите. Не надо, все. Мы уходим. Мы уходим. Из палок? Да. Что, помадку вот так в грязь засовываем? Серьезно? В грязь? Прям. Ну, смотрите. Не надо показывать, пожалуйста. Ничего не бери. Вот так ставим. В землю. Да. А не в грязь. И потом делаем крышу, а викиным платочком делаем покрывало и получается дом для баллов. Вообще класс. Дом для Лол дома есть, а они делают его вот с палочек. Какие дети, да, смышленыши? У меня уже он сломался. Так надо его просто собрать обратно. Он просто по частям разобрался. Ничего такого с ним там не произошло. Я уже по путике разобрался сам. Да. Та Линочка его, походу, там разбомбила. Самолетик сломали в окна. Давай, все, уходим. Уходим. Любимая парковка. Давай, пока. Пока. До завтра. До свидания. До свидания. Аккуратно, аккуратно. Бежит. Пошли, что встала-то? Лучшая доставка вкусной еды. Доставка? А, доставка. Вы пришли дома. Я помыла голову. Да, Бим. А я? Показать? Что ты сегодня делала? Я? Пойдем, ты покажу. Ой. Смотрите. Туда, сюда наливаешь пузыри, здесь дуешь, и это, текет. И смотрите. Сарики орбиз. Да, ну-ка, покажи поближе. Вау. Смотрите. И он тоже растет. Да? Только хвостик отрывался. Мне они так нравятся, такие приятные, скользкие. Да? Да. И куда мы их потом денем? Может, в вазу какую-нибудь поставим? А там еще есть маленькие, которые еще нет, да? Да, да. Очень интересная, Леночка, да? Опять купила мама тебе всякие ерунды. Я прошу заметить, у меня очень серьезная сушилка. Вот это я делала сама, потому что она немножко развалилась. Надо купить, походу, новую. А то... И вот этот надо купить. Ванную. Какой? Да, ванную эту, закрепляшку. А, да-да-да, точно. Моя коллекция... Ой, вот это вот. Филишо. Пур Эксесс, конечно же. Ультрафиолет. Барберис Порта. Зара. Так. Эклатленвин. Я его люблю, я его всегда беру. Вот эту и вот эту. Ну, эту сняли с производства, найти очень сложно. А эти всегда есть. Вот мой Пур Эксесс. Классный подарок себе сделала. На день рождения. И... Барбари Уикенд. Вот. Вот, вот, вот. Красотища, да? Какая у меня футболочка веселенькая. Просто. Варю курочку. Алина заказала курочку. Говорит, я хочу крылышки. Пожалуйста, мамочка, мне свари крылышки. Вот, варю. Очень калорийно, конечно. Но я люблю, прям. Люблю вареную курить. Всегда ее. Вообще. Вкусняшечка. Ой-ой-ой. Еще чуть-чуть добавлю в спагетти. Размельчу их. И чуть-чуть совсем добавлю. Соль, перец. Спец. И по вкусу. И будет уже. Сегодня никуда не пойдем, конечно же. Завтра в садик. Ой. Какой я веселый. Интересный собеседник, да? Просто помолчу. А вы смотрите на меня, на молчущую. Молчаная. Мол. Вы смотрите на меня, когда я молчу. Класс. Вообще. Итак, ребят, ну что я могу вам сказать? Скоро у нас лето. И я очень жду летом. Я хочу уже снять все эти кроссовки, куртки, штаны. Хочу одеть шортики, футболочку, босоножки. И вообще кайф. Просто купаться на море, загорать, ходить каждый день. Угу. Каждый день. Сегодня я работала с клиентами. На Крымске они хотят видовую квартиру. Мы выбрали за 5-10. У меня шуточки вообще. Ну, не знаю, насколько они ушли думать сейчас. Там реально крутая квартира. Просто там такой вид на всю бухту. Ну, они хотят для сдачи. Поэтому, в принципе, она отлично подходит для сдачи. Просто там и столик со стульчиками можно поставить. И вид вообще на открытое море, и на бухту, и на горы. Вообще потрясная квартира. Я бы жила. Была бы возможность, я бы там купила такую квартиру. Но все впереди в данный момент пока. Приходится снимать. А что делать? Я думаю, что на сегодня буду заканчивать свой влог. Конечно, сегодня немного было интересного. Но, в принципе, как всегда. Да. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И если хотите приобрести квартиру в Геленджике, я обязательно вам с этим помогу. Помогу сделать выбор такой, какой я бы сделала, допустим, своей маме или себе. В общем, посоветую выбор квартиры от души. Ну, и, естественно, начинайте уже бронировать на сезон, на жилье. На сезон 2019. Потому что всего лишь осталось несколько месяцев и лето, и два месяца осталось, и лето. Все. То есть пройдут они просто как два дня. У меня так быстро летит время. Вот. Так что, ребята, всем пока. Всем хорошего настроения. Обязательно улыбка на лице. Даже если на душе плохо, все равно улыбка на лице. Как у меня. Мне уже говорят, да, ты с муравьями тоже здороваешься? Просто сегодня едем, и едет такая же машинешечка. И я, эй, привет, привет. На меня так посмотрели. А ты со всеми машинами так здороваешься? Ну, не со всеми, но бывает. Ну, что делать? Юмор, позитив. Первое качество, которое нужны в человеке. И тогда не будет никаких болячек, потому что болячки у нас все из-за нервов. Так ведь? Я так же думаю. Так что, ребят, всем пока. До скорых встреч. До завтра. Не грустите. Редактор субтитров А.Семкин Кор раids